Музыка Ежегодно в администрации города проводится комплекс мероприятий с целью экологического информирования и образования населения со школьной скамьи. Это и экологические уроки, тематические экскурсии, акции по раздельному сбору отдельных видов отходов, конференции экологические, конкурсы творческих работ, акции по сбору отходов на территории города и множество других мероприятий. Музыка Весной сейчас мы в школах проводим экологические уроки для младших и старших классов. В младших классах дети, мы рассказываем им о вреде пластиковых, полиэтиленовых пакетов и, соответственно, как альтернативу предлагаем им экосумки. Экосумочки, которые мы им раздаем, они их разрисовывают и они остаются им в подарок. В старших классах мы рассказываем уже более комплексно о вреде отходов, о том, что на сегодняшний день эта проблема очень актуальна, остро стоит. О том, что в повседневной жизни нам необходимо уменьшать количество отходов, а также о том, что отходы на сегодняшний день могут стать сырьем, их можно перерабатывать и делать из них что-либо новое. Музыка Если говорить по пунктам, то самое простое, это, конечно же, самое простое использование экосумок. Когда мы отправляемся в магазин, не покупать на кассе каждый раз полиэтиленовый пакетик, а брать с собой экосумочку. Также экосумку можно приобрести в том же магазине, в супермаркете. Ну и вообще, в принципе, мы всегда говорим, что каждый должен следить за собой. То есть, понятное дело, что-то должно делать государство, там еще какие-то инструменты должны быть. Но каждый из нас должен задумываться, сколько отходов мы производим в нашей повседневной жизни. То есть, к примеру, когда мы что-то там покушали, у нас что-то осталось, мы можем упаковать это в пакетик, как-то там в пищевую пленку замазать. А можем положить в пищевой контейнер. Контейнер мы потом помоем, и таким образом отходов не образуется. То есть, главный упор на уроках делается именно, что мы должны начинать с себя не мусорить и думать, сколько мы каждый день в повседневной жизни производим отходов. Акции по сбору отходов, она называется «Ненужную бумагу пластик на нужное дело». Мы проводим ежегодно весной и осенью. Весной проходят три акции и осенью проходят три акции. В каждой акции участвует по 10 школ. То есть, весной это год 30 школ и осень 30 школ. На протяжении акции школы, точнее, учащиеся школы собирают макулатуру, приносят в школу. То есть, там из дома, откуда-то с работы родители, бывает, приносят. В школу предоставляют какие-то старые книги из библиотеки, журналы, там школьные разные. То есть, различная макулатура из дома, с работы. На протяжении акции школы все это собирают и приносят в школу. Также поступают с пластиком. Пластик также все это сносится учащимися из дома. И потом мы приезжаем, собственно говоря, взвешиваем это все, вывозим на объекты, где это все перерабатывается. В обязательном порядке, то есть, не просто там на свалку куда-то. А школы, которые собирают больше всего отходов, получают ценные призы. Это подарочные сертификаты на приобретение бытовой техники. На самом деле, пластиковые крышечки, это именно такая придумка именно 22-й школы, я хочу сказать. Мы не ограничиваем. То есть, мы призываем школу собирать различный пластик бытовой. То есть, это посуда какая-то старая, бутылки, упаковка от чего-то. То есть, мы не говорим, что ребята, вы обязательно должны собирать там крышечки или еще что-то. Но как-то в 22-й школе появилось, они очень много, я не знаю, честно, откуда они это берут. Но очень много действительно крышечек собирают они. То есть, это порядка где-то 30-40-5-литровых бутылок из-под воды. Они собирают пластиковые крышечки, я не знаю, откуда они берут. Но это классно, на самом деле, когда мы приезжаем. Во-первых, это очень ярко выглядит, потому что все они разноцветные, эти крышечки. Во-вторых, это классно, потому что ты понимаешь, что школа подходит к этому с умом. Ну, то есть, школа как-то мотивирует детей, чтобы они это несли. И это не просто какая-то бутылка там приносится и швыряется куда-то. То есть, какой-то процесс разъяснительный происходит, что ребята, давайте собирать крышечки. И они приносят крышечки, это классно. Все школы собирают по-разному. Вообще, это значение, наверное, от 100 килограмм, ну, примерно, да, там, 70-100 килограмм. Какая-то небольшая школа, которая, тем более, может быть, участвует в первый раз. И, на самом деле, до больших, внушительных таких значений, это 4-5 тонн, 6 тонн. То есть, мы приезжаем в школу, ну, приезжает трехтонный грузовик, который способен перевозить 3 тонны, да, будка такая большая, приезжает один грузовик, его полностью забивают до крыши, он уезжает, приезжает второй, и второй тоже забивают. То есть, это порядка где-то 6 тонн. Вот в этом году у нас участвовала седьмая школа, она, по-моему, насколько я помню, участвовала впервые. Мы не ожидали, что они соберут много, ну, потому что, когда школа участвует в первый раз, у них еще какой-то нет мотивации, они еще не знают, что, как, то есть, мы еще объясняем, обучаем их. Ну, вот в итоге они собрали полтора грузовика, даже больше полутора грузовиков. Мы были приятно, скажем так, удивлены этому. Вот. И так мы не ограничиваем. То есть, сколько школа собрала, столько собрала. То есть, главное, главное, это не собрать как можно больше. Главное, это именно вот обучающий процесс для детей. То есть, показать, что отходы можно сортировать, что они могут принести это в школу, все это в школе будет взвешено, это сырье, вот, все это будет взвешено и вывезено на переработку. У нас в Владивостоке вот за последние несколько лет, лет пять, открылось огромное количество различных предприятий, и не только во Владивостоке, но и в Дальнем Востоке. открылось множество предприятий, которые занимаются переработкой различных отходов. В том числе макулатуры и в том числе пластика. Макулатуру мы отвозим на предприятие, которое в дальнейшем отвозит все сырье. В Хабаровске, под Хабаровском, точнее, находится завод по переработке. Там это все перерабатывается, и, соответственно, из переработанной макулатуры они производят различные там упаковку, туалетную бумагу, салфетки, ну, то есть множество всего. И потом обратно это все возвращается в Владивосток уже в качестве товара, который мы с вами покупаем. То есть в Владивостоке на сегодняшний день уже в магазинах продается то, что произведено из макулатуры, из того, что раньше было нашими отходами. Вот, если говорить о макулатуре, если говорить о пластике, то под Надеждинском находится предприятие, которое занимается переработкой пластика. То есть на сегодняшний день, как я уже сказал, множество есть предприятий, которые перерабатывают различные отходы. Можно переработать макулатуру, пластик, батарейками у нас занимаются, резиной. В принципе, наверное, процентов 70-80 отходов на сегодняшний день на Дальнем Востоке где-то так или иначе можно переработать. Макулатическая конференция, в ней принимают участие школьники и студенты. Заранее, там, за месяц, за два мы бросаем клич в школы и в университеты. Есть предварительно согласованные темы для докладов, вообще тема конференции. И, соответственно, школьники и студенты готовятся. Все темы предварительно, они согласуются, конечно же, с администрацией. То есть о чем мы вообще, в принципе, дети, точнее, будут рассказывать. И в день конференции все приходят и рассказывают. Кто-то рассказывает о каких-то своих просто теоретических, скажем так, разработках. Но есть множество ребят, которые рассказывают о каких-то практических проектах. К примеру, вот в 71-й школе есть экоотряд, он называется «Оралия». Вот, они исследуют там состояние реки, которая там у них находится в поселке Трудовом. Вот, и вообще множество школ, на самом деле, у которых так или иначе есть различные экоотряды, которые стараются что-то делать на практике. И вот об этом, обо всем на конференции они с огромным удовольствием рассказывают, жюри слушают. Ну и, соответственно, самые интересные доклады, проекты, они уже непосредственно тоже награждаются ценными призами. Вы знаете, попадаются очень интересные работы. Ну, конечно же, все это делается под эгидой преподавателя, да, руководителя, скажем так. Вот, но, тем не менее, то есть ребята своими руками очень множество полезного делают. В жюри у нас всегда присутствуют люди, так или иначе, связанные с экологией. Очень часто мы стараемся приглашать различных преподавателей из университетов, чтобы они посмотрели на детей, на школьников, и в дальнейшем, может быть, какая-то взаимосвязь между ними образовалась, чтобы уже преподаватель видел, что вот этого школьника можно взять под свое крыло, и уже как-то дальше развивать. Вот, также мы приглашаем в жюри представителей бизнеса, кто так или иначе связан с экологией. Вот, ну и, конечно же, ученые. Ученые в обязательном порядке. Из ботанического сада мы обязательно всегда приглашаем. То есть жюри, оно такое различное очень. Мы стараемся каждый год разнообразить, чтобы было максимально объективно можно оценить доклады ребят. Ежегодно мы также проводим экологические экскурсии для школьников. Они проводятся для старших классов, это с 9-11, а также для студентов. Вот, мы возим ребят на различные предприятия нашего города, которые занимаются, скажем так, производством чего-либо, но при этом учитывают экологическую составляющую. Также есть, мы возим, бывает, на предприятия, которые занимаются переработкой различных отходов. Помимо мероприятий для школьников и для студентов, администрация города также, конечно же, проводит различные мероприятия и для взрослых. Вот, одним из таких мероприятий является проведение акций по сбору отходов на территории города. Что это такое? Собирается инициативная группа граждан, зачастую это даже представители каких-то предприятий. Говоря об инициативных группах, в первую очередь, конечно же, стоит упомянуть участие различных организаций и предприятий нашего города. Они обращаются в администрацию города с заявкой, в которой говорится, что мы хотим убрать территорию нашего города, какую-нибудь. Помогите нам в этом проведении. Соответственно, администрация города определяет какое-то место, территорию. Обычно это прибрежная территория. Также выделяется зачастую транспорт для того, чтобы эту инициативную группу, собственно, привести в нужное место. На месте мы организуем работу ведущего, то есть сопровождение музыкой, чтобы людям было весело. То есть не просто там механически пришли, собрали, но тем не менее, чтобы это было также интересно участникам самим. И также мы, конечно же, выдаем необходимый инвентарь. Это перчатки, мешки, пакеты, грабли, лопаты и так далее. И все это вот так вот весело в течение нескольких часов проходит. Люди собирают отходы, становится чище. И при этом люди уезжают с подарками и с хорошим настроением. Что немаловажно, когда такие акции проходят, и об этом пишут в СМИ, в комментариях можно увидеть вопросы, мол, есть же коммунальщики. Для чего вы привлекаете людей, каких-то волонтеров и так далее? Понятное дело, есть коммунальщики. Есть у администрации службы, которые это производят. Но мы говорим в том числе об экологическом образовании населения нашего города. То есть человек, когда приедет, он соберет эти отходы, видит вот этот мусор разбросанный, он в будущем уже самостоятельно мусорить, разбрасывать где-то на природе, оставлять, точнее, правильно сказать, отходы не будет. И в том числе, когда люди где-то в СМИ об этом видят, что не какие-то коммунальщики убрали, а такие же граждане города, как мы с вами. Когда они видят это, то есть в голове мы надеемся тоже что-то возникает у граждан, у всех людей, что, наверное, нужно начинать с себя. Не надо мусорить, не надо гадить там, где мы живем. Нужно поддерживать в чистоте. Чисто потому, что не там, где убирают, а там, где не мусорят. По-разному у нас получается собрать, но, скажем так, мало не бывает никогда. То есть это от одной, от двух тонны, бывает до пяти тонн доходит. Ну, смотря сколько человек участвует в акции. Проблемные участки есть. Один из самых проблемных участков – это вот бухта Патрокол, прибрежная территория. Каждый год мы ее убираем. Можно убирать даже два раза в год. И каждый год там будет собираться порядка трех-четырех тонн отходов различных. То есть люди, которые там отдыхают, они абсолютно не следят за чистотой места, где они, собственно говоря, обитают. Очень много мусора. Также есть на Океанской у нас озеро Отсусов, так называемое. Казалось бы, тоже пригород. Не так много там людей отдыхает. Но, тем не менее, почему-то вот все, кто там отдыхают, вот такое впечатление складывается, что все, кто там отдыхают, мусор там свой и, собственно говоря, и оставляют, не вывозят. Потому что также эта территория убирается ежегодно. И ежегодно мы огромное количество отходов там собираем. С каждым годом интерес к экологии нашего города, да вообще, в принципе, к чистоте нашего города, пригорода, природы, он все возрастает и возрастает. Вот экологическая какая-то сознательность в головах людей, она с каждым годом увеличивается. Все больше можно услышать, что люди там стараются, ну, может быть, не все отходы сортировать, ну, хотя бы пластик, хотя бы пластик, который они потом где-то раздельно в специальный контейнер выбрасывают. Вот. Ну, и если говорить конкретно об акциях, с каждым годом желающих гораздо больше. То есть экологичным, экологическим... То есть экологичным на сегодняшний день быть модно, скажем так, и интересно. Если говорить о детях, очень положительно могу оценить ситуацию. Немножечко, вот если забегать в историю, где-то лет 5-6 назад мы начинали проводить эти мероприятия, ну, точнее, конкретно я начал заниматься организацией этих мероприятий. И вот самый такой яркий пример – это вот экологические уроки непосредственно. Когда 5-6 лет назад мы приезжали в школы и говорили, ребята, здравствуйте, сегодня мы будем с вами разговаривать о мусоре. Ну, как бы у детей возникало такое недоумение. Что? Вы приехали, вы нам рассказываете про мусор, зачем? Мы этот мусор вон выбросили, мусор на ведро, все. У детей было абсолютное непонимание. И вот если 40 минут урок длится, где-то минут 15 вначале приходилось какую-то водную давать, что, ребята, я тут не экоактивист, я не зеленый человечек, у которого там что-то не так, который что-то сейчас будет странное рассказывать. Я рассказываю о каких-то актуальных, важных вещах, и, ну, как бы очень скоро вы это поймете. Вот, это если говорить о том, что было раньше. На сегодняшний день ситуация поменялась кардинально. Когда мы приезжаем в школу и говорим, ребята, сегодня мы будем с вами разговаривать об отходах. То есть мы уже говорим не мусор, уже отходы. Появился закон, что у нас сейчас, мы не выбрасываем мусор, мы выбрасываем ТКО, вот, отходы, мусора сейчас нет. Вот, и мы приезжаем в школу, говорим, ребята, сегодня мы говорим об отходах. И ребята, ну, дети, даже с первых классов, неважно, первые классы, старшие, воспринимают уже абсолютно, как бы принимают информацию. Им не нужно вот какой-то вот барьер с ними преодолевать, что какой-то отходы, что мусор, зачем, ребята. Нет, такого нету. Они уже принимают эту информацию на сегодняшний день, потому что это тема экологии, она актуальна, и с большим интересом слушают. И вот уже, как бы, на сегодняшний день, когда мы приходим в школу, мы уже сразу же говорим, что ребята, здравствуйте, есть отходы, их нужно сортировать, как их нужно сортировать. И, то есть, ну, мы видим в глазах детей интерес. То есть это уже, для них это уже не чуждо. И это очень радует, потому что, ну, вот эта вот, скажем так, эволюция наших мозгов, которая произошла за пять лет, она огромная. И это показывает, что вот те мероприятия, которые каждый год проводятся, и в том числе и для школьников, и для взрослых, там, для студентов, они проходят не зря. Все-таки мы как-то вот развиваемся, узнаем новое, и начинаем понимать, что, ну, нужно задуматься о том, сколько отходов мы производим ежедневно, что их нужно сортировать, что их нужно перерабатывать, иначе у нас просто Земля, наша планета будет, если глобально говорить, наша планета будет просто завалена отходами. То есть это проблема не только нашего города, края, страны, это общая мировая проблема, признанная проблема. И с ней бороться стараются во всем мире. Да, мы во Владивостоке, здесь, скажем так, на Дальнем Востоке, мы немножечко как бы отстаем в этой теме. Но тем не менее, там, в том числе администрации города, правительствам края предпринимается масса действий для, вот, как бы, вот именно экологического образования людей, и для того, чтобы эти знания можно было, ну, применить на практике. То есть там даже тот же отсортированный отход, чтобы человеку было куда выбросить, ну, вот элементарно. Ну, и, соответственно, масса предприятий открылась за последние годы, которые занимаются переработкой. Если оно не перерабатывается где-то во Владивостоке, так или иначе оно куда-то отвозится, там, куда-то, там, на территорию, там, Приморского края, Дальнего Востока, России. То есть так или иначе оно отправляется на переработку. Если мечтать, то есть, скажем так, много, много мероприятий, которые ранее проводились. Если бы была возможность увеличения бюджета, соответственно, ну, просто можно было бы их возобновить. То есть даже нет необходимости придумать что-то новое, чего еще не было раньше. Есть, скажем так, что-то подзабытое немножечко, но, тем не менее, любимые участниками. Школы, которые вот участвовали там вот в экоиграх, что-никогда турниры, они каждый год участвуют. А в этом... Они каждый год спрашивают. А в этом году будет? А в этом году будет? То есть они ждут постоянно. И вот... Если говорить о мечтах каких-то, хочется, чтобы еще больше на это обращали внимание, чтобы создавался необходимый, скажем так, бюджет на это, чтобы создавались различные площадки, где экологи, там, представители бизнеса, которые связаны с экологией, вот все, кто вот в этом как-то так или иначе задействован, могли собираться, обсуждать и вырабатывать какие-то необходимые решения. Хотелось бы, конечно, чтобы тема нашей... Тема экологии актуализировалась в городе. И иной раз можно вводить какие-то даже просто... Ну, простые довольно действия, но очень полезные, которые уже применяются где-то за границей. Ну, вот, к примеру, в одной стране, вот, мне известно, в супермаркетах, когда люди приходят, они могут купить эко-сумочку. Но эту же эко-сумочку они могут потом сдать в этот же магазин. То есть, вот, я, к примеру, когда прихожу в магазин, у меня вот нет эко-сумочки. И мне, как бы, там тратить там 200, там, или сколько она стоит рублей каждый раз, мне, как бы, не очень хочется на эту сумочку, чтобы у меня их там 5-10, 100 было лежало дома. Вот. Вот прекрасный пример страны, я не помню сейчас в какой-то стране это делается, а в обратном магазине также это принимают. То есть, купил за определенную цену, также сдал. Соответственно, стоит эта корзинка, где ты можешь спокойненько это сделать. Вот, на самом деле, в мире есть масса таких хороших примеров, которыми неплохо было бы нам, ну, которые было бы неплохо нам повзаимствовать у мира. У нас есть такой момент. Занимаясь организацией вот экологических мероприятий на протяжении последних шести лет, конечно же, вот мозг, он начинает немножечко в этом направлении тоже работать. То есть, для тебя это уже становится не просто работой, а ты, ну, ты как бы вовлекаешься в этот процесс, и ты понимаешь, что действительно это не просто там разговоры какие-то, это действительно важно делать. И иной раз проявляется это в каких-то даже неожиданных совершенно моментах. Ну, к примеру, я не жую жевательную жвачку, потому что жевательная жвачка, она природой там не перерабатывается, там очень долго перерабатывается. И для меня вот с каких-то пор я просто перестал покупать ее, и даже если мне предлагают, я отказываюсь, говорю, ну, это вредит экологии. То есть, понятно, я это говорю с шуткой, то есть я не пытаюсь там человеку объяснить, что не жуй жвачку, это нельзя, это плохо. Нет, я говорю, да это вредит экологии, я не буду ее жевать. Также, ну, в повседневной жизни, если говорить, я перестал дома пользоваться фасовочными пакетиками и пищевой пленкой. И в первый, в первый, там, не знаю, месяц, оказалось, это неудобно. Ну, всегда вот какая-то рефлекторная уже вот это, взять фасовочный пакетик, что-то запихать, там, замотал, положил в холодильник. Это как бы рефлекторно уже происходит. Но вот за несколько месяцев мозг постепенно перестраивается, и вот у меня дома, вообще, в принципе, нет фасовочных пакетиков. Нет дома пищевой пленки. Если мне нужно что-то, там, какую-то еду положить в холодильник, которая приготовлена, либо осталась, я использую контейнер. Если мне нужно что-то упаковать, что там не для контейнера, я могу использовать фольгу. Фольгу упаковал, также в холодильник положил. Но вот, честно скажу, от фасовочных пакетиков и пищевой пленки у меня дома нет. Фольгу упаковал. Фольгу упаковал. Фольгу упаковал. Фольгу упаковал. Фольгу упаковал. Фольгу упаковал. Продолжение следует...